Я прошу прощения сразу, у меня температура. Просьба отвечать на, ну, глядя на Центр, чтобы всем было хорошо. Можно поздравить? Да, народный данщик не доверил мне высокий пост, временно исполняющий обязанности губернатора. Я постараюсь оправдать их надежды. Ваши первые шаги в этой должности? Первые шаги, естественно, собрать команду достойных людей, профессионалов. Для того, чтобы именно наладить работу области, достойно работать. С точки зрения киевских властей, вы сейчас, естественно, нелегитимный губернатор. Ну, вообще, собрание депутатов не является легитимным. Вот как это противоречие? Ну, это не собрание депутатов, это собрание, как народная вещь. То есть это представители от городов и народов. Поэтому это вполне законно, это записано в Конституции. Но это собрание будет работать на постоянной основе или только сегодня? Будут избраны представители от каждого города, которые будут контролирующие органы. Скоро всего, будет в таком масштабе. Вы вроде бы уже подписали какое-то распоряжение или указание? Нет, я еще ничего не подписывал. Как будете координировать работу с другими областями Юго-Востока? На данный момент создан штаб Юго-Востока, который входит в силу области Южных и Восточных регионов. Поэтому Луганская область тоже входит в этот штаб. Поэтому будем сообщать вместе идти в одно направление. Каковы итоги, еще итоги этого, как вы называете, народного речи? Обсуждаются ли какие-то вопросы, которые будут вноситься на референдум? Эти вопросы еще обсуждаются. Я вам не могу озвучить, потому что они еще не приняты. Вы по итогам будете выходить к народу, что-то объявлять? Ну да, я объявлю. Я просто покажусь, я не знаю еще, что и проводить. Сейчас решим закончится собрание, тогда будем решать. Вы знаете, что большая проблема попасть на Юго-Востока, Украина, из России. Вы как-то сможете открыть территорию России? Я думаю, да, мы будем решать этот вопрос, потому что это как бы незаконно, я бы сказал. То есть нарушает все права людей, в качестве иноши. Ребята, об этом я еще вопрос. Будет ли формироваться дополнительная армия, так скажем, независимо, неудачно? Да, будет создан отряд, в который будут входить наши бойцы, также люди всей Луганской войны. Теперь у вас новый статус, вы будете разговаривать с Киевом, если придется, да? С других позиций. Теперь вы не просто народное ополчение, самообороны или как корректно назвать. Я в любом случае буду представлять народ Луганщины и разговаривать только о позиции народа. А какие рычаги влияния на вас будут, будут у простого народа, который в том числе сейчас стоит на площади? Я еще раз повторюсь, это будет представитель от всех городов, это будет контролирующий, как и контролирующий, как и орган, как бы совет. Поэтому все будет делаться демократично, с народом. А что теперь будет с губернатором действующих? И с областным советом? Да. Но я с вами могу сейчас сказать, потому что, во-первых, собрание еще не закончено, и мы еще не выработали те шаги, по которым мы пойдем. А насчет силовых структур? Силовые структуры мы будем переподчинять. Суды, прокуратура? Суды, прокуратура, милиции. Слушайте, а каким образом? Только законно. Мы идем только законными путями. А что касается статуса Луганска, как будет решаться этот вопрос? Еще этот вопрос он сейчас решается. На референту. Естественно, мы стремимся к референту. Будете ли обращаться к действительному президенту Виктору Федоровичу, я думаю, что он подписал бумагу и утвердил вас как временность, поднящего обязанности народного губернатора? Ну, возможно, совет Луганчины, как бы, и примет такое решение. Я же говорю, я буду действовать только с позиции народа. То есть, как решим громадой, так оно и будет. Все, ребята, ворать. Спасибо.